Уилл Смит простой парнишка из Филадельфии, добившийся невероятного успеха дважды. В середине восьмидесятых стал пионером в жанре комического хип-хопа, а десять лет спустя получил признание зрителей и кинокритиков по всему миру. Среди его наиболее выдающихся работ картины «День независимости», «Люди в черном», «Плохие парни», «Я робот», «Я легенда», «В погоне за счастьем», «Хэнкок» и множество других замечательных фильмов, ставших классикой голливудского кино. Друзья, сегодня мы поговорим о жизни актера, а напоследок вы получите мощную мотивацию от Уилла Смита. Родился в 68 году в Филадельфии. Его родители развелись, когда сыну исполнилось 13 лет. Уилл второй из четырех детей семейства. В детстве юноша заработал себе прозвище «Принц». Парень имел поразительное качество. Он виртуозно выбирался из любых неприятностей с помощью хорошо подвешенного языка и врожденного обаяния. Еще со школьной скамьи Смит серьезно увлекался рэпом и хип-хопом. От любимого занятия юного рэпера не могло оторвать ничто, даже немалые успехи в учебе и заманчивое предложение о стипендии Массачусетского технологического института. Парень не прогадал. Хобби стало первой ступенькой в карьере Уилла Смита в шоу-бизнесе. Он вместе со своим другом-диджеем Джеффом Таунсом организовали дуэт, в котором рэпер выступал под псевдонимом «Крутой принц». Песни дуэта имели большой успех. Два альбома были удостоены звания платиновых, а работы «He the DJ» и «I'm the Rapper» даже получили премию Грэмми. В 21 год уже фантастически знаменитый Уилл Смит внезапно осознал, что все заработанные миллионы куда-то испарились. Он принимает решение вложить свой оставшийся капитал в автомобили и ювелирные изделия. Однако успеха не добился. Более того, к тому моменту он заработал долгом на миллион, и кредиторы уже требовали платы. Как назло, популярность коллектива как раз начала снижаться. На американской сцене юмористического хип-хопа появились новые игроки. Главными конкурентами Уилла и Джеффа были ребята с Делла Соул, а после них подобные группы начали рождаться как грибы после дождя. И тут Уилл Смит нашел спасательный круг в виде предложения от компании NBC. Молодого человека пригласили сыграть самого себя, крутого парня из западной Филадельфии, который попал в район голливудских знаменитостей Беверли-Хиллз в телевизионном сериале «Принцесс Беверли-Хиллз». Сериал шел по американскому телевидению шесть долгих лет, и его успех позволил актеру рассчитаться с долгами и попасть в профессиональные голливудские круги. Воодушевившись триумфом, Уилл решил перейти с телевидения на широкий экран. Народная любовь зрителей пришла к Уиллу Смиту после выхода на экраны боевика «Плохие парни». Здесь актер появился в образе полицейского вместе с Мартином Лоуренсом. Контраст их образа жизни и запоминающийся юмор принесли фильму высокие оценки критиков. Далее кинокарьера актера только набирала обороты. Назову лишь некоторые из успешных фильмов, где снимался актер. Это «Люди в черном», «Дикий-дикий Вест», «Я робот», «Правила съема метод Хитча», «В погоне за счастьем», «Я легенда», «Хэнкок», «После нашей эры», «Отряд самоубийц» и другие. Смит отказался от роли Нелл в «Матрице» в 99-м году, о чем впоследствии очень сожалел. Роль досталась Киану Ривзу. В 2008 году Уилл Смит возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, заработав за год 80 миллионов долларов. Смит стал первым актером в истории Голливуда, чьи восемь фильмов подряд собрали в прокате более 100 миллионов каждый. Хотя основной своей профессией считает отцовство и даже написал об этом книгу только двое из нас. Уилл Смит умеет складывать кубик-рубик за 55 секунд. Это умение пригодилось ему в фильме «Погоня за счастьем». Личная жизнь Уилла Смита всегда на острие внимания фанатов, но сам актер не дает много поводов говорить о себе. С первой женой Шири Зампино он прожил три года и развелся в 95-м. Сын Смита Уиллар III родился в 92-м и после развода живет с матерью, но частенько встречается и с отцом. Спустя два года после развода в декабре 97-го Смит женится на своей давней подруге Джаде Пинкет. Супруга родила Уиллу двоих детей, сына Джейдена и дочь Уиллоу. С дочерью актер появился в картине «Я легенда», а с сыном в фильмах «Погоня за счастьем» и «После нашей эры». Джейден Смит пошел по стопам отца, став рэпером, актером, а также танцором. Можно сказать, копия папы в молодости. Не отстает и дочь, которая снималась в кино и записала свой собственный музыкальный альбом. К сожалению, Уилл Смит и Джада Пинкет Смит расстались после 20 лет брака. Это утверждает издание USA Today. Супруги живут в рознь, хотя официально о своем разрыве еще не объявили. Пока что пара пытается решить возникшие проблемы с помощью семейного психолога. По словам знакомых, 46-летняя Джада и 50-летний Уилл испытывают синдром опустевшего гнезда после того, каких повзрослевшие дети покинули родной дом, начав жить самостоятельно. Сначала муж и жена решили пожить отдельно в качестве эксперимента, но быстро привыкли к независимому образу жизни и уже не стремятся воссоединиться, чувствуя себя порознь более счастливыми. Будем надеяться, что они все-таки соскучатся друг по другу и в их семье станет все хорошо по-прежнему. Актер явно питает особую любовь к 50-му штату Америки. В 2009 году Уилл Смит и его жена Джада купили свой первый гавайский дом за 13,5 миллионов долларов, а в 2011-м продали его за 20 миллионов русскому миллиардеру и бывшему владельцу Уралкалия Дмитрию Рыболовлеву. Казалось, что вот он повод собрать чемоданы и уехать с безумно красивого, но сейсмически неспокойного архипелага. Но нет. В 2015 году супруги Смит покупает у звезды NBA баскетболиста Карима Абдулджабара его гавайский особняк, который в два раза больше по площади, чем их предыдущий. Два этажа, дополнительный гостевой дом, панорамные виды на океан, дровяные камины и очень, очень высокие потолки и дверные проемы. Рост Абдулджабара 218 сантиметров. Но то ли из-за того, что один из самых активных вулканов мира Килауэа опять проснулся и начал извергаться лавой, то ли семья снова захотела подзаработать на перепродаже недвижимости. В общем, супруги выставили гавайскую недвижимость на продажу. Также актер имеет шикарный дом на колесах. Трейлер стоимостью 2,5 миллиона долларов, в котором звезда проживает во время киносъемок. Дом-автофургон оснащен удобствами, которые не всегда встречаются даже в голливудских домах класса люкс. Он предназначен не для одного актера, а включает в себя проекционный зал на 30 человек со 100-дюймовым экраном и системой с цифровым звукопроцессором. Оборудование комнаты эксперты оценили на 125 тысяч долларов. Трейлер также включает в себя кухню, выполненную по заказу стоимостью 100 тысяч, с гранитными барными стойками и кожаными потолками за 30 тысяч долларов. Для пребывания Уилла Смита на втором этаже есть еще одно жилое помещение – спальня, рядом с которой расположена ванная комната. У Уилла Смита, как и в обычного человека, есть свои страхи. Один из них – это боязнь высоты. Актер разными способами пытается избавиться от своих зажимов и страхов. Вот, например, Уилл принял участие в танцевальном флешмобе. Он забрался на крышу моста Сеченьи в Будапеште и станцевал там под трек рэпера Дрейка. Видео своего поступка он выложил на своей странице в Инстаграм. «Там было очень страшно. Именно поэтому все мои танцевальные движения такие скованные», – прокомментировал Смит. 25 сентября этого года Уиллу исполнилось 50 лет. Юбилей актер решил отметить необычно и отправился на Гранд Каньон. Там Уилл опробовал банджи-джампинг. Его привязали к длинному резиновому канату, после чего он прыгнул из вертолета прямо в каньон. Оказалось, что к прыжку актер готовился долго. В ролике на своем YouTube-канале Смит признался, что собирался сделать это, чтобы побороть свой страх. «Я всю жизнь чувствовал себя раздавленным и контролируемым страхом. Нет ничего хуже, чем все время бояться чего-то», – заявил актер. Уилл Смит обладает прекрасным чувством юмора и постоянно над кем-то подшучивает. В феврале этого года он выпустил пародию на собственного сына Джейдена, который, напомню, кроме актерского пути, является еще и рэп-исполнителем. Смит снял пародию на клип своего сына Айкон. Видео он обнародовал на своей странице в Instagram. Смит своей публикацией поздравил сына со 100 миллионами стримов на музыкальном сервисе Spotify. Актер со вставными зубами прочитал рэп и сказал сыну, что гордится им». И на завершение мотивационная речь актера, который он записал, сидя на пассажирском сидении автомобиля. Сам на обычную камеру без пафоса просто и понятно поделился своими мыслями. «Меня постоянно немного огорчает то, что люди плохо относятся к неудачам. Неудача – это мощная часть достижения вашего успеха. Вы обязаны привыкнуть к неудачам и стремиться к ним». Да, так и есть, не удивляйтесь, они хранят в себе все уроки. Представь, ты в спортивном зале на тренировке, по сути ты ищешь неудачу. Ты стараешься довести свои мышцы до момента, когда ты не справляешься. Только в этом варианте начинается адаптация и рост. Богатые, спортивные или успешные люди терпят неудачи постоянно и время от времени. Они проигрывают гораздо чаще, чем выигрывают, не забывай. При этом получая уроки из этих проигрышей и впоследствии прикладывают эту мудрость, силу и энергию, чтобы наверняка добиться успеха. Вы обязаны пробовать. Вы должны быть там, где вы почти наверняка проиграете и должны быть на пределе своих возможностей. Это причина для практики. Практика – это контролируемая неудача. Ты доходишь до рубежа своего предела. Постоянно доходишь до границы. Не можешь это сдвинуть, не можешь это переставить, поднять до того момента, пока случайно не поймешь, что тело твое подстроилось. И сейчас ты сможешь сделать это. Поражения помогают обнаружить зоны, требующие развития. Так что никогда, запомни, никогда не бойся ошибиться. Ошибайся как можно чаще, ошибайся как можно раньше и двигайся всегда выше и дальше. Друзья, а если вам понравился этот выпуск, то ставьте палец вверх к этому видео. А также поделитесь данным роликом со своими друзьями в соцсетях. Успехов во всех ваших начинаниях. И как говорит Уилл Смит, действуйте и не бойтесь ошибиться.